Привет всем друзья! Если где-то у кого-то скопились полупустые стеклянные тюбики от йода или зеленки, выбрасывать их не стоит. В этом видео покажу и расскажу, как из них сделать своими руками очень красивую и нужную самоделку. Для изготовления самоделки понадобится стеклянный тюбик от зеленки. Так как в нем еще зеленки очень много, освобожу для нее тару. В один тюбик перелью йод. В освободившийся тюбик от йода налью зеленку. Этикетку аккуратно сниму. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, на перелитый тюбик зеленкой этикетку приклею. Теперь покажу вам лайфхак, как от зеленки отмыть руки. Для этого понадобится обыкновенный аммиак. На ватный диск его немного надо нанести. И с легкостью зеленку с рук им ототрете. Теперь можно дальше приступать к изготовлению самоделки. Для этого взял стеклянный графин. Сейчас покажу еще один лайфхак. В коронку по стеклу нужно установить небольшую поролоновую губку. Коронку надо зажать в патроне дрели. Установленные в коронке губки надо дать пропитаться водой. В центре дна бутылки нужно просверлить отверстие. Теперь коронка из-за мокрой губки выполняет свою работу не на сухую, что это очень важно для сверления. При необходимости губку можно еще намочить. Не прошло много времени, просверлили отверстие. Теперь коронки поменяю. Поставлю наиболее меньшую. Также в нее устанавливаю поролон. Перед работой пропитаю губку водой. В верхней части просверлю отверстие. Также просверлю отверстие с другой стороны графина. Просверлю отверстие возле дна бутылки. Теперь графин нужно хорошо отмыть и снять с него этикетку. В обыкновенную рюмку нужно налить нерафинированное подсолнечное масло, или же, как я, лампадное. Одноразовым шприцом маслом надо заправить стеклянный тюбик от зеленки. Следующим этапом понадобится хлопчатобумажная веревка и две гайки. Одна побольше, другая поменьше. Веревку на маленькую гайку надо накрутить. Длинный хвостик веревки нужно отрезать и самоделку установить в тюбик из-под зеленки. Верхнюю часть веревки надо маслом пропитать. Крышку на графине можно закрыть и поджечь пропитанную маслом веревку. Через просверленное в дне отверстие графин надо на тюбик поставить. Вот таким способом получилась очень красивая свеча-лампа длительного горения, которая будет гореть всю ночь до утра, украшая приусадебный участок на зависть всем прохожим. Также эта свеча впишется в домашний интерьер, если невзапно отключат свет. Кому эта хитрость идеи для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!